Интенсивность боёв очень серьёзная. Говорят о жесточённейших боях на нескольких направлениях. Что это? Действительно ли попытаются сейчас у кровояки сосредоточиться на каком-нибудь одном из направлений? Ну самое вот туда, в сторону Азовского моря с попыткой перекрыть, перерезать южно-донецкое направление и разрезать нашу группировку. Потому что есть сообщения тоже, которые приходят о том, что появились вот те резервы, которые были приготовлены собственно для того, чтобы после прорыва продолжить наступление. Вот таким образом планировалось, что вот эта первая волна наступления должно продавить нашу оборону, а затем туда должна устремиться лавина из бронетехники западной и завершить вот это контрнаступлением, выходом к Азовскому морю. И, соответственно, перерезать сухопутный коридор. К сожалению, не удаётся нам связаться с Евгением Поддубным, и это понятно. Следующая военная новость, важная, это ввод в бой украинской армии 10-го армейского корпуса на Южном фронте, что привело к возобновлению продвижения украинских войск, сражение под Работино, под Ореховым, на направлении общем на Бердянск, везде украинские войска имеют некоторые успехи. Под Работино вполне себе очевидно, они уже вошли в этот населённый пункт, сражение идёт чуть ли не в центр этого городка, не городка, посёлка. Украина начала давить. Ну что ж, друзья мои, это очень важная новость. Украина, наконец, начала вводить в бой свои резервы. Не знаю, насколько это оправдано с военной точки зрения. Достаточно ли прорежена российская армия, достаточно ли уничтожена русских пушек в контрбатарейной борьбе, которую Украина успешно вела весь последний месяц. Соотношение потерь в среднем по Запорожскому фронту одна уничтоженная украинская пушка на четыре уничтоженных российские пушки. Взрывы по складам и очень успешные прилёты. Российская армия явно испытывает снарядный голод. Уже нет огневого превосходства. Не то что такого, которое на Северном фронте есть. Вообще нет. На один украинский выстрел частенько один российский приходит. Это большое уже преимущество ВСУ. Но я не очень уверен, я просто не обладаю этой информацией, достаточно ли разминированы минные поля, достаточно ли снят этот зонтик артиллерийский, который защищает эти минные поля, что теперь сапёры могут их расчистить, достаточно ли разрушена система радиоэлектронной борьбы. По ней очень сильно била украинская артиллерия и очень много пунктов разрушено, выведено из строя, для того, чтобы запустить тысячи украинских дронов и добивать эрзац авиации оставшиеся русские пушки. Мы этого не знаем. Мы знаем только факт. Ввод в бой 10-го армейского корпуса ВСУ. Украина продолжает своё наступление, усиливает его вводом в бой резервы. Пошла старая традиционная классическая военная школа. Наступление забуксовало, вводим в бой резервы, наращиваем силу удара. Если это поможет, если фронт прорвут, всё окупится. Экстренные, можно сказать, новости. В развитии предыдущего выпуска о важных военных новостях сегодня буквально с утра поступила информация об успешном продвижении украинских войск к югу от села Работино. Украинская армия проломила первую линию оборону российских войск. По сообщениям источников New York Times в Пентагоне, началось главное наступление украинской армии. Сформировалось направление главного удара от Орехова на Токмак и далее на Мелитополь, как, впрочем, когда-то и обещал генерал Залужный в феврале месяце. Вашингтонский институт изучения войны в сегодняшнем бюллетене также анализирует принципы и признаки начавшегося главного решающего удара украинской армии. 26 июля в ВСУ начали механизированное контрнаступление на западе Запорожской области, пишет институт изучения войны. Но чего уж там эти слова-то употреблять. Пошли в бой войска 10-го армейского корпуса. Большие колонны украинских войск прорвали оборону русской армии, захватили Работина. По имеющимся снимкам в 2,5 километрах к югу от Работина есть поврежденная украинская бронетехника. Попытки русских вести эластичную оборону особого успеха не приносит. Украина продолжает развивать наступление. По данным российских военных блогеров, оборона русской армии прорвана с северо-восточные села Работина в 10 километрах от Орехова. Геолоцированное видео указывает, что украинские войска дошли до точки в 2,5 километрах за Работина. Затем украинские войска несколько отодвинулись из-за контратак русских войск, а сейчас снова идут в наступление. В общем, здесь дело, кажется, пошло по-крупному. Максимальная численность украинских войск, действующих в этом районе, оценивается в три батальона. Три батальона – это одна бригада, а по сообщениям из Америки в бой введен целый корпус. Это значит, что атаки идут и на других направлениях, что препятствует русским определить, куда им бросать свои главные резервы, те, которые у них остались. Между прочим, насчет резервов. Друзья мои, последние новости говорят о том, что Россия лихорадочно перебрасывает на линию фронта еще не готовые полностью войска из так называемого второго стратегического эшелона. Брошена в бой дивизия, которая сформирована Росатомом. Там почти 9 тысяч человек введены в бой войска, которые готовил Газпром. Это наемники, они получают 400 тысяч в месяц, как им обещают, за войну. Их тоже несколько тысяч. Еще другие госкорпорации, там каждая по несколько тысяч бойцов отправила в бой. Все эти силы вместе с некоторыми частями из вот того 150-тысячного наемного корпуса, который они набрали контрактнику с января месяца, не дожидаясь завершения подготовки, раньше октября они не должны были вводиться в бой, бросаются под Запорожье. Их перебрасывают на север Крыма. В общем, Россия лихорадочно гонит все, что у нее сейчас почти готовое на фронт, потому что видит, что фронт трещит и прорыв действительно намечается. Ну, что называется, дай бог успеха украинской армии, пусть там все получится, потому что битва вступила в самый решающий момент, друзья мои. Будем надеяться, что сообщения из Пентагона соответствуют не просто действительности, но и нашим с вами ожиданиям. Похоже, началось. Субтитры создавал DimaTorzok